Вот. Это и Рёма пасёт, и хорошая у него собачка. Я увидел, как собачка побежала за кошкой. До этого была она на поводке. Ну, собака длинная, она один скачок, кошке надо пять делать скачков примерно. Это я грыжу Любина кошка. Я шёл по дорожке и сразу пошёл на встречу. И это видел. Я прошу любыми путями не допускать, чтобы кошек добили собаки. У нас тут было никак. Ну, кого спрашивают? К кошачьей породе относятся и тигр. Вот почему они собак ненавидят, а говорят, за кошек мстят. Тигр – это 330 килограмм, а в нём 25. Ну, я садил, что с ним будет. Я вот ездил, и когда уссурийс там были, наша собака, ураган, она привязана была рядом, чтобы ночью нас разбудить. Рядом с машиной. Но там были, я в машине его не выпускал. Нигде. Ни на минуту. Почему? Потому что рядом тигры ходят, уссурийская тайга. И от тигр, тигр от него ничего не оставит. Даже ошейник, к сожалению. Поэтому, имею в виду, бежу, пасёшь что-то прямо близко совсем. А в огороде он у меня уссы пасутся-то. Зачем так радует? Почему дальше ты не погнал? Отвечить нечего. Вот, понимаешь, нет? Надо подальше, говорю, догонять. И хороший мальчик, и… Ну, просто она необходима. И там коров не запускать на трассу, которую сделали в деревне. Они разбомбили уже тот конец. Идёт двое, там тебя кто-то встречает, что вышел, пригородил. Перегораживать мы не можем. Потому что люди едут и… Ну, тут же сразу. Хорошее пастбище. Ты сохрани это пастбище на время дождя. Вот дождь вас гонит, вот тогда, да, тогда тут рядом. Чтобы они на грешку не пришли. А лобай, ну чё, ему заложено это. Гонять кошек-то, а? Рот-то развинулся. На поводке всё время держать. И только далёко угонишь где-то, там можешь его пустить. Он часто бегает по деревне, гляжу, непривязанный. У нас это по уставу не положено. Сегодня батюшка говорил, что больше пяти километров на машине, на тракторе не ездили по деревне. Пять километров, знаешь? Как вчера гляжу, этот Веня гонит, пятьдесят, наверное, с лишним. Уже загнал машину, и в это время машину-то загнал. Пыль клубится всё ещё по деревне. А мне подошли и сказали до этого ещё. Какое у нас правило? Почему нарушают? Там он нарушает, что ничто будет. Ну, ещё хотел. Ещё. Так вот, если на дороге ты нарушил правила, тебя там штрафатут очень крепко. Очень. Сейчас, я не знаю, штрафы за десятки тысяч перейдут. Это очень дорогое удовольствие. А в деревне свою веру ещё можно пренебрегать. Это абсолютно неправильно. Мы перед Богом ходим. Перед Богом. Скотину не пускать. Собака эта скотина, чтобы бесприязно не бегала никогда. Он отсюда даже, видать, шарик. Он прыгает, он видит. Вот такая, брат, история наша. В деревне тут хорошо подошёл, побеседовал. Помолились, Господи, благослови нас. И даруй доброе сердце каждому, чтобы заботились о скоте, которую ты даёшь человеку. Умудри нас во спасение слушать голос совести. Тебя слава за всё, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну всё. Давайте. Держим его крепче на поводке. Вон они побежали. Вон они её держали на поводке. Окошко выскочило. Он побежал за ней, а потом взял и спустил. Ну на чё, она её сразу же, кошку-то её замяла. Но она вырвалась и на столб выскочила. Вон туда. Я уж не стал выговорить. Я уже ему это сказал. Притом сделал это он не со зла. Это интересно. Ради спортивного, говорит, это интересно. Как-то бежит один, другой собака-то его. Но если бы кто-то был ещё с собакой, а он был с котёнком, вот тут ему плохо было бы. Это у зулусов, говорит, такая психология. Что такое хорошо, что такое плохо. Хорошо, говорит, если я у соседа, там у врага, отниму жену, дом, ну и имущество всё его, и жизнь. А плохо, плохо, когда он у меня отнимет. Жилу, дом, имущество, и мою жизнь. Так мы меряем по отношению к себе, это неправильно. Всё, поехали. Спасибо. Спасибо.